Здравствуйте, уважаемые друзья! Хочу предложить вашему вниманию очередную мушку, которая довольно-таки уловиста. Она отчасти у меня считается как универсальная, потому что в зависимости от условий рыбалки она у меня может выполнять функцию как сухой, так и мокрой мушки. Я беру крючок F11, 12 номер. Вы можете использовать после того, как увидите, как она изготавливается, уже на своем крючке, как вам будет удобно. Промазываю полностью по всей длине, подхватил только нить, остатки удалил. И сразу я беру материал, которым я буду сегментировать тело. Это как обычно, я беру вот такой люрекс. Можно использовать обыкновенный люрекс, проволоку, леску, все, что вы захотите. Это уже не столь принципиально. Подхватываем где-то с середины цевья наш люрекс. И почти до самого загиба закрепим его. Здесь оставляем. Теперь нам необходимо с вами закрепить оставшийся материал. Изготавливать мы будем, как всегда, из тех материалов, которые у нас, как говорится, под руками. Я нашел вот из пера, который имеется в охотничьем фазане. Из него мы с вами изготовим хвостик. И тело мы будем изготавливать. Вот я взял щепоточку вот такого типа оливкового шерсти. И вот такая есть морковно-оранжевого цвета шерсть. Возьмем совсем-совсем немножечко. Вот небольшую щепоточку, дабы нам здесь изготовить шарик. Для того, чтобы закрепить хвостик. Как обычно, подхватили, чтобы сформировался наш шарик. И здесь буквально проматываем. Годится. Остатки удаляем. Так как они нам пока не пригодятся. Я обычно, чтобы не убирать, уже окончательно вот так их подхватываю. И они мне не мешают. Пёрышко, как вы видите, имеет свой природный изгиб. Учитывая этот изгиб, я буду укладывать его так, чтобы у меня мой изгиб упирался в воду. За счёт этого моё перо будет хорошо держаться на воде. Притяжной петлёй накинули один-два витка. Посмотрели, как находится наш хвостик. И аккуратно удерживаем теперь наш хвостик. Проматываем окончательно. Вот так. У нас должна с вами выйти вот такая симпатичная конструкция. Остатки я отрезаю так, чтобы были по всей длине. Они мне не мешают. Оставшуюся теперь шерсть, которая у меня была, даббинг, я проматываю место крепления. Вот этого, этой части мне будет вполне достаточно, чтобы у меня была, она обозначена как оранжевая. Беру теперь шерсть, которую я подготовил, такую светло-оливковую, ближе даже к горчичному цвету. И теперь начинаю ею же формировать центр нашего тела. Сильно не стараемся, так как нам необходимо, чтобы тело подкручиваем было достаточно ровным. Столько будет нам достаточно. И теперь я опять беру оранжевый, наш мех, он штапельный, и беру совсем немножечко опять прядь оранжевого. Цветовую гамму выберите для себя сами. В принципе-то это является универсальная. Черно-желтым тоже довольно-таки хорошо работает. Если вам будет необходимо, я потом изготовлю еще дополнительно пару мокрых мушек, которые достаточно хорошо себя зарекомендовали. Делаем вот такое небольшое утолщение в районе грудки. Но 2-3 миллиметра обязательно оставляем, чтобы можно было нам добраться к нашему колечку. Вот так годится. И теперь здесь мы закрепим с вами перо, которым будем обматывать тело. Я, как обычно, беру, вот у меня есть немножко неудавшееся перо из скальпа. Закрепим его здесь, цвета гризли. Вначале мы с вами выполним один полный оборот. Выберем, в какую сторону. И так же, как я уже обычно изготавливал, движемся теперь в сторону нашего загиба. Либо делая вот такую конструкцию. Берем теперь наш с вами люрекс, который мы подготовили. Выполним сперва один полный без перо оборот. Так, чтобы не подмять наш хвостик. И теперь подхватываем наше перо. Выполняем уже обороты, двигаясь, раздвигая бородки, так, чтобы его не примять. Дошли до колечка, закрепим все материалы, остатки удалим. Удалили остатки, закрепили перо. И теперь нам необходимо пером, я подобрал по величине обороток, так, чтобы вышло, ну, хотя бы 3-4 оборота, чтобы можно было выполнить симпатичную опушку. Перо желательно, чтобы было достаточно крепкое и хорошего качества, чтобы была у него достаточная стекловидность. Так как наша мушка вначале опирается на наш ёршик, и нам необходимо, чтобы он у нас был пышным. Вот так будет достаточно. Закрепим перо и сделаем головку. Капнули капельку лака. Ещё он, конечно, немножко осядет. Необходимо будет ещё не один раз сюда нам добавить. Но, как вы уже видите, вот такая немножко необычная мушка, которая вначале при забросе, если её не трогать, она плывёт долго-нудно. Если её 2-3 раза хорошо подёргать, подтопить, она начинает слегка погружаться. Поэтому её можно использовать как мокрую, как сухую, в зависимости от того, какой ещё дополнительно вы будете использовать материал. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч!